Здравствуйте, уважаемые любители аквариума! В этом видео мы с вами продолжим обзор светильника Aqualight R3, который я себе недавно приобрёл. Как я ранее говорил, я себе хотел не просто светильник, а светильник с расширенным функционалом. Я хотел, чтобы в нём была возможность менять яркость освещения, и чтобы в нём была возможность изменять температуру и спектр света, сдвигая его от холодного к тёплому и наоборот. И в светильниках серии Aqualight R3 это можно сделать. Эти светильники являются управляемыми, и получить такой функционал можно при помощи вот такого контроллера. Такой контроллер продаётся отдельно, поэтому я его тоже купил. И сегодня мы с вами его раскроем и посмотрим, что же он умеет делать. Вот такая коробочка, по размерам совсем небольшая. И давайте её откроем и посмотрим, что в ней есть. Так, это у нас инструкции. Одна на английском языке, вторая на русском. То есть, всё нам будет здесь понятно. Потом опять проспект с продукцией компании. Мы здесь с вами найдём наш контроллер и почитаем о нём более подробно. Кстати, вот он. Оставляем. Далее. Далее какой-то провод для подключения чего-то. Я так понимаю, что это какой-то датчик. Но мы с вами почитаем инструкцию и будем понимать, зачем это нужно. Так, это сюда. И теперь сам контроллер. Вот такая коробочка. Довольно маленькая. По ощущениям приятная на ощупь. Матовый пластик, как будто прорезиненный. Что на ней есть? Табло. Кнопки управления. Шнур для того, чтобы подключать его, я так понимаю, к светильнику. Здесь тоже есть какие-то гнёзда, чтобы что-то туда подключать. Ознакомимся с инструкцией, будем знать, зачем они нужны. И есть кнопка для перезапуска контроллера, я так понимаю, для сброса параметров. То, что касается сборки. Ну, опять-таки, так же, как и в светильнике, всё довольно прочно. Без зазоров, без каких-то шатов. Не разболтано. То есть, впечатления пока положительные. Давайте так, я сейчас здесь немножко наведу порядок. И мы с вами всё-таки почитаем инструкцию. И посмотрим, что же этот контроллер умеет делать. Итак, какая же информация указана в проспекте. Аквалайтер девайс, универсальный программированный контроллер управления уровнем освещения светильников Аквалайтер 3 и Аквалайтер 3 Марин. И температурным балансом пресноводных и морских аквариумов. При подключении к управляемым светильникам Аквалайтер позволяет создавать световую картину, аналогичную интенсивности и цветовой температуре солнечного света в течение светового дня. Позволяет плавно изменять уровень освещенности в каждом из трёх независимых каналов управляемых светильников с шагом 1%. Есть функции рассвет-закат, хмурое небо, ночной режим. Автоматически включает и выключает вентилятор охлаждение в зависимости от показаний температуры воды в аквариуме. Это то, что написано в проспекте. Сейчас мы с вами почитаем, что же написано в инструкции. Теперь информация из инструкции к этому контроллеру. То, что касается гнёзд подключения. Вот здесь одно гнездо – это подключение температурного датчика. Я так понимаю, что вот этот температурный датчик. И вот сюда он, получается, подключается. И этот датчик показывает температуру воды в аквариуме. Далее. А второе гнездо, которое находится рядом – это гнездо подключения вентилятора обдува аквариума. Дело в том, что к этому контроллеру можно ещё купить вентилятор. И он подключается вот сюда к USB-разъёму. И в зависимости от температуры воды в аквариуме, которую нам показывает вот этот датчик, включается и выключается вентилятор. То есть, если температура, допустим, сильно выросла. Кстати, я так понимаю, что здесь можно задать температуру, которую вы хотите получить в своём аквариуме. И если эта температура превышает, вернее, если температура в аквариуме превышает ту, которую вы задали, этот контроллер включает вентилятор, и тот понижает температуру воды в аквариуме. Далее. Так. Ну, давайте сразу к функциям. К функциям контроллера. Индикация текущего времени и температуры на дисплее. Понятно. Управление, программирование контроллера с помощью четырёх кнопок на внешней панели. Это вот эти кнопки. Далее. Программирование плавного изменения яркости в трёх каналах управляемого светильника Aqualighter 3 в зависимости от времени суток. Позволяет плавно изменять уровень освещенности в каждом из трёх независимых каналах управляемых светильников Aqualighter 3 с шагом 1%. Функции рассвет-закат, хмурое небо, ночной режим. Имеет предустановленную программу симуляции светового дня. То есть, я так понимаю, что как только вы его запускаете, в нём уже заложена программа, которая сама изменяет интенсивность освещения в течение суток. Далее. Энергонезависимая память. Это тоже очень хороший момент, потому что, я так понимаю, что если, допустим, отключится электроэнергия, то все настройки, которые были заданы, они сохраняются. Далее. Управление температурным балансом аквариума и светильника. Автоматическое включение и выключение вентилятора в зависимости от показаний температуры воды в аквариуме. Обдув аквариума. Это то, о чём мы с вами чуть ранее говорили. Напряжение питания 12-36 Вольт. Степень защиты корпуса IP30. Гарантия 12 месяцев с даты продажи. Ну, в первой части видео мы уже с вами говорили, что такое, когда, допустим, продавец предоставляет гарантию. Это очень важный пункт. И для нас, как для потребителей, это очень удобный пункт. Потому что всегда, в любом случае, в случае, допустим, возникновения какой-то гарантийной ситуации, вам не нужно писать китайцам, вам достаточно обратиться в представительство компании, и этот вопрос будет решён. Главный офис компании находится в Украине, также есть представительство в России, Европе и ещё в ряде стран. Я их озвучил в первой части этого видео. Так, а мы идём далее. Следующий пункт. После установки времени в контроллере автоматически запускается предустановленная программа плавного изменения яркости, интенсивности света в трёх каналах светильника, то есть симуляция светового дня. График изменения интенсивности отражён на вот этом рисунке. Ну, я его вам сделаю крупнее. То есть здесь показаны три канала, каждый из них работает автономно, то есть они постепенно увеличивают яркость, потом в течение какого-то времени они эту яркость держат постоянную, и в конце дня, после шести часов вечера, идёт плавный спад. Я сделаю эту картинку крупнее, и если кому-то будет интересно, вы сможете с ней ознакомиться более подробно. Далее. Создание собственного сценария симуляции светового дня в аквариуме. Контроллер позволяет создавать собственную программу плавного изменения яркости в каналах светильника в заданные вами промежутки времени. Всего 24 точки. Контроллер позволяет управлять интенсивностью освещения светильника в промежутках времени, соответствующих суточному циклу. Контроллер позволяет задать интенсивность освещения в каждой отметке часа суток. Программа будет осуществлять плавное изменение интенсивности освещения в каждом из трёх каналах светильника в промежутках от точки к точке. Далее идёт подробная инструкция, как это сделать. Я думаю, здесь всё будет понятно. Так. Также есть программирование. Ага. Здесь идёт инструкция установки времени первой точки, второй точки. Итак, 24 точки, то есть 24 часа в сутках. И далее идёт пункт программирования уровня интенсивности освещения в каналах светильника. То есть мы можем здесь задавать яркость. Далее. Выбирая различные уровни интенсивности в каналах в течение дня, можно запрограммировать такие эффекты, как рассвет-закат, хмурое небо и другие. Светильники Аквалайтер 3 для пресноводного аквариума. Это плавные переходы холодного белого света в 7500 кельвинов до тёплого со световой температурой 2700-3000 кельвинов. В случае светильника Аквалайтер 3 Марин для морского аквариума, это плавные переходы от белого света со световой температурой в 12-14000 кельвинов, соответствующего солнечного света в полдень на рифе к синему, актиничного освещению в 20-1000 кельвинов, вечерние и утренние сумерки на рифе. Также есть быстрый просмотр заданного сценария, мы его с вами тоже сделаем и посмотрим, как он работает. Также есть возврат к заводским настройкам, позволяет вернуть к заводским настройкам программы светильника. И ещё один пункт, это управление температурой воды в аквариуме. Ага, это то, о чём мы с вами говорили. В контроллере предусмотрена возможность контроля и управления температурой аквариума с помощью внешнего вентилятора. Расположите вентилятор на стенке аквариума вблизи интенсивного потока воды. Воздушные струи от вентилятора будут создавать ламинарный поток, как бы собирая верхний слой воздуха над поверхностью воды для эффективного охлаждения аквариума. Подключите шнур вентилятора к разъёму USB на торцевой панели светильника рисунок 1. Далее идёт инструкция, как это всё нужно сделать. Куда подключать, мы с вами видели, я вам показывал. Вот этот разъём. Вот такие характеристики контроллера. Сейчас я соберу эти инструкции, и мы с вами продолжим. Вот такой функционал нам может предложить этот контроллер. Как по мне, так довольно интересно. Очень много функций, и, собственно говоря, это то, что я и хотел. И теперь об одном небольшом сюрпризе, который тоже пришёл с этим светильником. В посылке с этим светильником ко мне пришёл вот такой магнитный скребок для чистки стёкол. Он тоже от компании Colar, и я подумал, что он попал ко мне по ошибке, потому что скребок я не оплачивал. И, может быть, его нужно будет вернуть. Но, как мне позже пояснили в переписке, никакой ошибки здесь нет. И это небольшой презент от компании. И раз так, то в ближайшее время мы с вами его тоже опробуем. Но давайте вернёмся всё-таки к нашему светильнику. На днях я установлю его на свой аквариум. Мы его с вами подключим, и посмотрим на него в действии. Для начала мы испробуем штатный режим, и посмотрим, как контроллер будет менять яркость освещения в течение суток. Как при этом будет меняться спектр, и как при этом будут изменяться цвета в аквариуме. Мне очень интересно посмотреть, как работает функция рассвет-закат. И, конечно же, в первую очередь меня интересует, как на такой свет отреагируют мои растения. Так что, это далеко не последнее видео про свет в аквариуме. А то, что касается этого видео, если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. А я на этом буду прощаться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok